МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Февраль 2014 года. В Крыму начались массовые выступления населения против захвата власти на Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова ...заключалось в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан. Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. Среди них были бойцы спецназа и десантники. Но большинство составили... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2 сентября 1945 года. На борту американского линкора Миссури подписан акт о капитуляции Японии. Так закончилась самая крупная в истории человечества Вторая мировая война. Общие людские потери достигли 65 миллионов человек. Советская морская пехота приобрела в этой войне бесценный опыт победы. Он уже доказал, что успех масштабной высадки войск могут обеспечить только специальные корабли. Большие десантные катера, танкодесантные баржи, самоходные амфибии. В то время американские ВМС располагали наиболее многочисленным и разнообразным составом таких кораблей. Массированные морские десанты стали залогом решения стратегических задач. Американцы использовали тактику, успешно опробованную еще русским адмиралом Ушаковым в 18 веке. Молниеносный захват плацдарма, концентрация сил, следующая десантная операция. Так у японцев были отбиты сотни островов в Тихом океане. В Италии, в Африке на берег высаживались целые армии. В Нормандии крупнейшая в мировой истории десантная операция англо-американских войск Аверлорд открыла второй фронт в Европе. Не прошло и года с окончания Второй мировой, как началась холодная война. Теперь вся военная мощь Соединенных Штатов угрожала СССР. Советский военно-морской флот по количеству кораблей в десятки раз уступал американскому. Чтобы сократить отставание, главком ВМФ Николай Кузнецов разработал беспрецедентную для Советского Союза судностроительную программу. Она также включала закладку всех типов десантных судов. Первым пунктом было проектирование наиболее простых в сборке малых десантных кораблей МДК. В них нуждалось и народное хозяйство для перевозки грузов. За годы войны советский транспортный флот лишился половины тоннажа. Корабли проекта 450 рассчитывались для переброски трех единиц различной бронетехники на борту. И здесь конструкторы столкнулись с проблемой. При одинаковых габаритах танк в четыре раза тяжелее бронетранспортера. После погрузки танки значительно увеличивали осадку МДК, и он не мог близко подойти к берегу. Выход нашли в создании двух вариантов конструкции. Серия 450 предназначалась для перевозки пехоты и бронетранспортеров. А более крупные 450 БИС стали танкодесантными кораблями. Носовая часть большинства десантных судов не делается заостренной для улучшения движения, а делается тупой или обтекаемой так, чтобы в носовой части были бы ворота исходные для схода десанта на берег. Апорель – это откидывающаяся носовая часть, по которой могут не только сходить люди, это непростая сходность, а может из десантного трюма выезжать десантная техника. Выполнение программы Кузнецова по постройке больших десантных судов вызвало неизбежный побочный эффект. Появление тупиковых проектов, которые и сегодня остаются фантастическими. Например, проект 621 – десантная авианесущая подводная лодка, целью которой должны были бы стать непотопляемые авианосцы. Так называли авиабазы на островах в океане. С них американские бомбардировщики могли наносить ядерные удары по СССР. Подводный десантный корабль при подходе к такому острову должен был запустить истребители со специальной катапульты. Самолеты наносили упреждающий удар по аэродрому. Затем на остров обрушивался шквал из бортовой реактивной артиллерии. Следом высаживался десант через носовую аппарель. 700 пехотинцев, 10 танков. Тягачи вывозили на берег 14 арбитров. Она осталась на уровне научных разработок. Практического применения он не получил из-за больших размеров, из-за несовершенства, так сказать, еще недостаток научных знаний. Но часть разработок вот именно этого десантного корабля нашла свое применение при разработке подводных лодок типа «Акула». Примечательно, что тогдашний министр обороны СССР, маршал Георгий Жуков, скептически воспринял идею адмирала Николая Кузнецова о формировании десантной группировки в составе ВМФ. В советской оборонной доктрине Жуков отводил морским десантам второстепенную роль. Поэтому программа строительства крупных десантных кораблей была заморожена. Морская пехота, она по своему предназначению, боевых больших действий не ведет. Она должна как можно быстрее высадиться, захватить участок побережья, а там уже за сухопутные дивизии, армии, будут усаживаться транспортов. 15 мая 1955 года на пленуме ЦК КПСС министр обороны и командующий флотом изложили руководству свои мнения. Жуков утверждал, что морские пехотинцы сходят на берег всего один раз. А им и корабли, и специальное вооружение. Зачем содержать отдельный рот войск, когда то же самое может сделать простая пехота? Николай Кузнецов настаивал, что высадка морского десанта – сложнейшая задача. Она требует тщательной подготовки и длительных тренировок. Высадка неподготовленных войск приведет к огромным потерям, к срыву всей операции. В разгар спора у Кузнецова случился инфаркт. Решение вопроса было отложено. Октябрь 1955 года. На Севастопольском рейде взрывается линкор «Новороссийск». Гибнет 600 моряков. Вину возлагают на главкома Кузнецова, хотя уже полгода он на больничной койке. Кузнецова отправили в отставку. Морская пехота лишилась главного своего защитника. И как сказочные богатели, за дядькой Черномором, вышли из пучины солдаты морской пехоты. Отставка Кузнецова стала поводом для глобальных изменений военного флота. Упраздняется вся морская пехота. Увольняют 40 тысяч ее матросов и офицеров. Вновь назначенный главком флота Сергей Горшков, не решился спорить с министром обороны Жукова. Новая доктрина предписывала сухопутным частям самостоятельно высаживаться с моря на берег. А десантные суда ВМФ передал торговому флоту с условием их участия в военных учениях. Но гражданские экипажи не имели представления, как управлять судном при высадке десанта. В таких случаях на судно назначается военный комендант. Из военных моряков, в том числе, может быть, даже экскурсантов. Обратите внимание, как располагается аппарель, по которой должны сейчас выгружать танки. Небольшой нажим сверху, и корабль отойдет от причала. А что тогда будет с выгружаемой техникой? В 1962 году на Каспии в ходе учений два МДК при подходе к месту высадки десанта попали в шторм и затонули. Погибли люди. Новый министр обороны маршал Родион Малиновский решил выяснить причины ЧП. Он распорядился продемонстрировать ему высадку полка мотопехоты на берег. Но как все это медленно делается? Создается впечатление, что командование Южных забыло о том, как тщательно и скрупулезно приходилось готовиться к десантам в Великую Отечественную войну. И какие невосполнимые потери мы несли всякий раз, если действовали медленно и неорганизованно. Малиновский долго наблюдал за высадкой. Затем выразил свое возмущение. Это не десант, а сплошное безобразие. Самотоповый больше никто. Стоявший рядом главком Горшков ответил. Предлагаю возродить морскую пехоту. Вот и создавайте, отрезал Малиновский. Так в июне 63-го года морская пехота возродилась вновь. Морская пехота создавалась на базе мотоцелковых полков. В частности, наш полк морской пехоты был возрожден на базе 336-го морского полка Белорусского военного округа. По собственному желанию писали мы рапорта о том, чтобы меня направили для прохождения службы в морскую пехоту. Была принята программа постройки новых десантных кораблей. Создавать бронетехнику специально для морской пехоты не пришлось. У армии уже имелись боевые амфибии для преодоления водных преград. Эти машины оказались настолько удачны, что до сих пор стоят на вооружении десятков стран. Массово производился плавающий танк ПТ-76. Широкий сварной корпус из тонкой брони держал танк на плаву, подобно понтону. По воде его движут водометы. Турбины, установленные в водозаборных трубах внутри корпуса. Он очень хороший и удачный танк. С точки зрения и конструкторского его использования, он не просто плавал, ходил по морю, как моряки говорят, он даже стрелял, мог стрелять. И не просто по курсу, и даже под углами. В начале 60-х годов к парку плавающей бронетехники добавился колесный бронетранспортер БТР-60П. Но не вся техника, созданная для форсирования рек, подходила для моря. В то время, когда я высаживался, БТР-60П открывается просто, это крышка, ну, на стальном порче, брезент. Вот открывается все. Я к чему все это говорю? Волна, вот, а надо же видеть, куда идет. То вот поднимешь этот тент, волна, пых, вот так вот. Бронетехнику морской пехоты пришлось модернизировать. На БТР-60 десантное отделение закрыли водонепроницаемыми люками. На танк установили шноркели. Высокие, не заливаемые волной воздухозаборники. Современные образцы бронетехники морской пехоты это варианты армейских амфибий. В них еще на стадии конструирования закладывается морской вариант. Так, модель БМП-3Ф, флотская, обладает повышенной плавучестью и выдерживает волны до двух метров. На прежних моделях бронетехники высокий шноркель демаскировал машину. На БМП-3Ф его сделали телескопическим. При сходе на воду воздухозаборник поднимается из корпуса на метр. При выходе на берег убирается. Появившийся в 50-е годы плавающий бронетранспортер К-61 военные сравнивают с автоматом Калашникова. Такой же простой и надежный. Выносливые, проходимые, очень неприхотливые эксплуатации. На них технические люди, механики и так далее просто не могли нарадоваться. Создатель этого транспортера инженер Анатолий Федорович Кравцев после войны разработал оригинальную схему амфибии и представил чертежи армейскому руководству. В Москве ему выделили целое конструкторское бюро, получившее название ОКБ инженерных войск. Транспортер должен был перевозить по суше и воде в завод солдат, преодолевать бездорожье и крутые подъемы. Эти задачи были под силу только машине на гусеничном ходу. Кравцев взял за основу шасси легкого и надежного артиллерийского тягача. Конструктор также предложил установить двигатель по центру тяжести машины, что сделало транспортер устойчивым на воде. В К-61 удачно сочетались маневренность на плаву и проходимость по суше. Еще одна находка Кравцева. Откидывающаяся часть корпуса стала аппарелью. Найденная Кравцевым схема воспроизведена в целом семействе средних плавающих транспортеров ПТС. В 2011 году разработана последняя модель ПТС-4. Схема Кравцева положила начало целому классу амфибий. Особую известность получил болотоход ГТС. На базе ГТС создается многоцелевой тягач легкий бронированный МТЛБ в просторечии Мотолыга. Его модификации транспортеры пехоты, машины управления огнем, самоходные арт-установки Гвоздика, зенитные комплексы Стрела-10 встали на вооружение морской пехоты. В середине 60-х черным беретом наряду с освоением новой техники предписывались и новые задачи. Среди них защита советских боевых кораблей от возможных диверсий в иностранных портах. Морские пехотинцы называют ее боевой службой на кораблях. Предбеседа ярко иллюстрируется наглядными примерами. Рядом 6-й американский флот. Пиратские корабли НАТО. Мы сюда прибываем не просто, скажем, как на какую-то прогулку, как туристы, а мы готовимся боевым действиям. Более того, проводили занятия по командирской подготовке, занятия по огневой подготовке проводились. Мы проводили стрельбы по уменьшению на плаву боевыми патронами. Однако в то время мало кто из военно-морского командования мог предположить, что навыки, полученные в ходе тренировок, в скором будущем найдут применение на оживленных океанских трассах. Черным беретам придется осваивать старинную тактику абордажей. В 21 веке торговые пути сковала давно позабытая угроза морского разбоя. Май 2010 года. Адонский залив. Танкер Московский университет захватили сомалийские пираты. Они потребовали многомиллионный выкуп у судовладельцев. Экипаж успел передать сигналы бедствия. Их услышал и принял БПК. Большой противолодочный корабль маршал Шапошников. За ночь БПК прошел 350 миль, 600 километров. И утром обнаружил танкер. Были подняты вертолеты и спущены катера с морскими пехотинцами на борту. Стоило вертолетам приблизиться, как пираты открыли огонь. Ответной очередью один пират был убит. Остальные укрылись в корабельных надстройках. Морские пехотинцы провели молниеносную атаку с воздуха и с воды. Короткая схватка и пираты обезврежены. Команда танкера спасена. Сегодня такая тактика двойной атаки на корабль считается классической. Специальные подразделения морской пехоты отрабатывают ее проведение в различных условиях. И с удовольствием демонстрируют на показательных выступлениях. Но зритель видит не все детали захвата. Многие элементы остаются тайны. Они станут сюрпризом для пиратов и террористов. Об освобождении танкера Московский университет был снят художественный фильм «22 минуты». Тема морской пехоты всегда привлекала кинематографистов. Фильмы о крепких, отважных, бескомпромиссных бойцах в черных беретах пользовались неизменным успехом. В середине 70-х на экраны вышел фильм Андрея Кончаловского «Роман совлюбленных», ставший культовым. Я служу, работаю, учусь. Я охраняю родину. И помню о тебе. Прости, я отвлекусь? Обучение легкое я прошел, постарался научиться. Тому, про что мне рассказывали военные люди. Но мы поехали туда, на юг, чтобы я хотя бы мог пару дублей сыграть вот тонущего человека, тонущего моего персонажа. Было очень холодно, и я помню, что после первого дубля, когда я вылез, а весь трясущийся такой, я помню, что меня, значит, помощники там, режиссер, они растирали меня, по секрету скажу, спиртными напитками, растирали. Картина вышла, и ее смотрят, то и были поездки и воинские части. Были у меня пачки писем, которые приходили не только от девушек, которым бы я был симпатичен в этом фильме, но и от военных, да, приходили, да, и говорили добрые слова, были сказаны вот в этих письмах в мой адрес. В романсе о влюбленных показана еще одна обязанность морской пехоты. Помощь населению прибрежной зоны при стихийных бедствиях. Только десантные суда могут подойти к необорудованному берегу, выгрузить спасателей и технику принять на борт пострадавших. Сразу после возрождения морской пехоты на нее возложили и другие особые задачи, о которых не снимали кино и не писала пресса. Июнь 1967 года. Израиль внезапным ударом захватил Синайский полуостров. Под угрозой оказалась столица Египта, Каир. Советское правительство сделало официальное предупреждение. Если Израиль продолжит наступление, СССР начнет военные действия на стороне Египта. Дипломатический жест только тогда имеет вес, когда опирается на реальную силу. Этой силой были советский флот и морская пехота. Когда в 1967 году начался арабо-израильский кризис, то наш батальон был поднят по тревоге. Наша задача стояла в том, чтобы в случае, если израильтяне будут наступать на Синайском полуострове уже в направлении Порт-Саида, то встать на защиту этого самого порта. Израиль остановил наступление. Египет был спасен. А контингент морской пехоты еще долго оставался в Порт-Саиде. Выполнение интернационального долга это главная задача. А вторая задача, у нас же откольственство было там. Так мы периодически повзводно охраняли, обороняли это консульство. Вот даже некоторые спрашивали, а вы стреляли в израильтяна? Я вот четко говорю, ни один морской пехотинец ни одного выстрела не сделал в том, израильтяна. В середине 60-х многие страны, прежде находившиеся под колониальным гнетом, добились независимости. Советский Союз открыл в них посольство. Охрану наших депмиссий поручили морским пехотинцам. Мы были действительно на боевом посту с вооружением, с боеприпасами, в касках, нормально достаточной амуницией, то есть несли должным образом боевую службу. Не допущение противника, или террориста на территорию нашего консульства или посольства. Морской пехоте не раз приходилось спасать дружественные СССР страны. Эти операции были совершенно секретны. Сегодня завеса секретности начала подниматься. И в Анголии, и в Эфиопии. Порядка десятка стран, где наши морские пехотинцы по приглашению той или иной стороны прибывали. Вот в Новую Гвинею, помню. А там президентом был Секут-Суре, и вышли джунгли. Оппозиция, так называемая, банда. И сходу, в общем, захватили дворец, изгнали его с дворца, и сменилась власть. Мы получили такую задачу, подошли, высадились, провели определенную огневую показную стрельбу, прошли десантом по этим джунглям. И через два дня они все вышли из этих джунглей с поднятыми руками, президента посадили на кресло свое. За участие в тайных операциях сотни морских пехотинцев были удостоены боевых наград. Начало 70-х годов. Пик Холодной войны. Американскую морскую пехоту называют Большой Дубиной Америки. На ее вооружении тысячи танков, орудий, амфибий, ударная авиация, вертолеты, сотни кораблей. Она участвует во всех военных конфликтах, развязанных США. Ее базы опоясывают границы Советского Союза. А советская морская пехота только начала получать необходимые ей корабли. СДК серии 773 среднедесантный корабль, способный высаживать до 200 человек или 9 бронемашин в море или на берег. СДК могут принимать плавающую технику прямо с воды. А загрузка тяжелой бронетехники производится через верхнюю палубу не только в порту, но и в открытом море с больших транспортных судов. Высадка морского десанта считается одной из наиболее сложных военных операций. Наша специфика действия с воды на берег и поэтому мы также проводим занятия, тренировки совместно с моряками. Погрузка на БДК и выгрузка на полигон. Даже погрузка техники на корабль дело непростое. Подняйте! Скорее закрыть ворота! Самый быстрый способ высадки с корабля на берег. Но подойти к берегу возможно не всегда. Отрабатывается самый сложный вариант спуск техники в воду. Дорог виной! Корабль высадки десанта приготовить! на воде БТРы отрабатывают обход рифов и уход из-под огня противника. Чтобы догнать Америку по числу кораблей понадобится десятилетие. Советские ученые пошли революционным путем. Они создали принципиально новое средство, способное заменить обычные суда. Им стали корабли на воздушной подушке. Малоизвестный факт. Еще в 30-е годы в СССР было построено первое в мире судно, использующее этот принцип движения. Идею воздушной подушки предложил великий ученый Константин Циолковский, а реализовал конструктор Владимир Левков. Его торпедные катера тогда не нашли применения, но технологии пригодились через 20 лет. Советский проект «Джейран» стал первым в мире десантным судном на воздушной подушке. Мощные вентиляторы направляют поток воздуха вниз, где удерживаются особой юбкой. Воздух поднимает судно над поверхностью. Горизонтальные пропеллеры разгоняют его до скорости 100 км в час. Высадив десант и бронетехнику, корабль быстро уходит в море из зоны поражения береговой артиллерии. «Джейран» перевозил три плавающих танка или 100 пехотинцев. За ним последовали десантно-штурмовые катера «Скат» и «Кальмар». Интенсивная эксплуатация выявила болезни, свойственные новаторским разработкам. Большая вибрация, проблемы с размещением десанта. А вот на этих скатах, кальмарах, акулах просто в сидячку, а то и в стоячку. Шума этих двигателей турбина. После высадки не только матросы, сержанты, и офицеры, и рабочки не слышали несколько минут, потому что такой гул ужасный. Самым известным судном на воздушной подушке стал «Зубр». Он способен перевезти до 500 человек или 10 бронетранспортеров с десантом на сотни километров. Помещения для десанта на «Зубре» стали удобными, вооружение усилено. Наиболее новаторским десантным средством явился экраноплан «Орленок». Со скоростью 350 километров в час на высоте 2-4 метра над водой этот необычный аппарат может перебросить 130 морских пехотинцев на дальность более тысячи километров. Он заставлял противника сосредоточить большое количество сил и средств для его обнаружения. Но десантная подъемность его была небольшая. Поэтому их строительство прекратили, а перешли на «Зубр». Кораблям на воздушной подушке не пришлось участвовать в боевых действиях. А вот в учениях их задействовали постоянно. Парадокс холодной войны чтобы не разразился глобальный конфликт необходимо показывать сопернику свою силу. Такой демонстрацией силы стали учения «Океан-70». Ареной маневров были Атлантический океан, моря Северное и Норвежское. Все флота принимали участие. И морская пехота высаживалась и на Черном море, и на Балтике, и на Севере. Северяне занимали праведесантную оборону своих островов, балтийцев, выходили в Северные моря и сходу проводили высадки. Кульминацией учений «Океан-70» стала высадка морского десанта на Крайнем Севере. В назначенный день высадки ударил мороз, начался шторм. Предстояло высадить 2500 морских пехотинцев, 90 танков, 200 бронетранспортеров. У нас высадка была на удалении 1 километр 800 метров. В тяжелейших условиях. Главнокомандующий военный мороз, Горщиков. Как раз вот это получил награду. Проанализировав ход учений «Океан-70», американцы сделали вывод. Русские могут обогнать их в развитии флота. Вскоре Конгресс США принял программу постройки сотен новых кораблей. В том числе закладку девяти специальных вертолетоносцев для проведения нового типа морских десантных операций. Это так называемая теория вертикального охвата. С помощью вертолетов десант захватывает территории не уреза воды противника, не перед его береговой обороной, а в ее тылу. А после этого на это побережье высаживается настоящий морской десант. Для обеспечения тактики вертикального охвата американцы создали новый класс кораблей вертолетоносцы Тарава. Внешне они напоминали авианосцы, но взлетная палуба предназначалась для вертолетов. Внутри корабля размещался шлюзовой бассейн, откуда спускалась на воду плавающая бронетехника и танкодесантные катера. Новые корабли и тактика американцев вызвали беспокойство советских адмиралов. Нашим ответом на Тараву стали БДК большие десантные корабли проекта Носорог. Бронетехника на Носороге размещается на двух уровнях, что позволяет взять на борт до 50 танков или БТР. В кормовой части Носорогов размещается объемная доковая камера, в которой могут поместиться даже три судна на воздушной подушке типа Кальмар. Из этой камеры техника самостоятельно добирается до берега. На задней палубе находится взлетная площадка для четырех десантно-транспортных вертолетов. Каждый берет на борт по 16 десантов. Это уникальные корабли для военно-морского флота вообще. У нас десант для исполнения схемы вертикального охвата доставлялся на берег тремя одновременно способами. Высадкой стандартной через нос, через аппарель, высадкой десанта с катеров и высадкой десанта воздушного с вертолетов. Вот таких вот кораблей, как у нас, не было ни у кого из наших вероятных противников. Внутри БДК Носорог устроен целый город для 500 морских пехотинцев. Все категории личностного были удовлетворены, потому что вся социалка, и питание, и отдых, и спортивные уже ставили, и внизу различные снаряды, поддерживали уровень физической подготовки. Поэтому и жизнь, и отдых уже три месяца боевой службы были не в тягость, а в радость. Свою боеспособность Носороги продемонстрировали на Балтике в ходе крупнейших за всю историю Варшавского договора в учениях Запад-81. На 18 километрах береговой линии 70 десантных кораблей высадили полторы тысячи единиц техники. Сегодня известно, что морской пехоте стран социалистического содружества в случае войны в Европе отводилась особая роль. В Польше эти планы рассекретили сейчас о том, что третья польская армия, которая в районе Варшавы дислоцировалась в мирное время, должна была в случае третьей мировой войны высаживаться на побережье Дании с поддержкой советского Балтийского флота и польского флота. Ну и наша морская пехота должна была в этом видимо принимать участие. Но тогда, в начале 80-х, в годы масштабных учений и триумфа строительства флота, никто не мог представить, что скоро эти десантные корабли будут решать совсем иные задачи. Распад Советского Союза ударил по всей советской армии. Не стало исключением и морская пехота. Чтобы сохранить, морская пехота стала сокращаться, я помню, из развернутых частей, дивизия была 10,5 тысяч человек для тех американиков. Делали их так, полторы тысячи. То есть, главное, офицерский состав сохранить. Морская пехота сокращалась, а спектр ее задач расширялся. Черным беретам пришлось участвовать в вооруженных конфликтах на территории бывшего СССР. В них морская пехота подтвердила свой девиз «Где мы, там победа». Сегодня защищать свою родину приходится далеко возле ее пределами. Идет война с мировым терроризмом, который границ не признает. Помощь в борьбе с террористами потребовалась нашему союзнику Сирии. Из-за гражданской войны страна встала на грань гуманитарной катастрофы. И здесь российские десантные корабли оказались незаменимы. Именно они под охраной морских пехотинцев смогли оперативно доставить в Тартус десятки тысяч тонн грузов. Продолжение следует... В 4-й век морская пехота гордится именно своими традициями. И сегодня наши подразделения в Сирии морской пехоты и Черноморской, и Балтийской, и Северной, выполняют боевые задачи с честью, с достоинством, гордятся эти люди. Первые годы нам приходилось использовать десантные средства только бывшие в народном хозяйстве, МДК. То затем в 80-е, 90-е годы большой рыбок делали. Столько кораблей, катеров на воздушной подушке. На морском параде в Санкт-Петербурге верховному главнокомандующему был продемонстрирован скоростной десантный катер «Дюгонь». Слово «катер» может ввести в задлуждение. Это небольшое по размерам судно вмещает вдвое больше техники, чем малые десантные корабли полвека назад. «Дюгонь» доставляет к берегу 6 единиц бронетехники или 100 человек десанта со скоростью 60 км в час. Время «Дюгонь». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... что наша морская пехота является грозной силой. Морские пехотинцы готовы выполнить любую боевую или мирную задачу, поставленную перед ними. Продолжение следует...